Дополнительное время. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Доброе утро, дорогие друзья, с вами Рухаб, у микрофона Тексас, и мы начинаем очередную неделю DPL, это уже пятая, уже точно последняя, и открывать на данном канале я буду с матча Сандо Робот против Ньюби Янг. Ну, в принципе, что сказать, вы особо там не рассиживайтесь, не думайте сейчас, сделай китайскую дотку, сделай бутербродик, там чайок, все дела, потому что играют у нас Сандо Роботы. Последнее место турнирной таблицы, и идут они сейчас с двумя поинтами, с двумя очками, и аж 16-ю поражениями. Ну, и на этой неделе у них такая незавидная, вернее, такие незавидные матчи, потому что играют они сначала против Ньюби Янг, потом против LGD, ну а после их еще и... Хотя нет, это все, а нет, еще есть матч против IG сегодня, то есть, избиение, избиение Сандо Роботов, очень я сомневаюсь, что будет хоть одна ничья, не то чтобы победа. До победы данной команде очень-очень далеко, потому что Сандо Роботы проигрывают даже без шансов командам, которые находятся там на 20-х, там, 21-х местах. И эти две ничьи, которые они сыграли против команды Виа Янг, и, по-моему, против Дуа Бао, то ли Авалон, ну, там в ничью они с трудом сыграли, потому что, как бы, даже те команды, которые находятся в самом низу, позволяют себе такую игру а-ля СНГ Дота, там, врываться, преимущество, там, 10 тысяч, играться под фонтан и так далее. В общем, очень-очень большая вероятность, что у нас данный матч закончится менее чем за 20 минут. Ну что, у нас Земелья, Тимбер, Дизраптор и Мор в пике у Тиэжи, Венга, Слардар, Лайфсир и Инчантрос в пике у Ньюби Янг. Ну и по банам, представьте, давайте тоже пройдемся, у нас стандартный бан, это Рикки Мару, ничего необычного, хотя был денек, когда про Рикки Мару забили, как раз это у нас было, по-моему, прошлая среда, когда я комментировал с инмейтом, там про Рики как-то совсем-совсем забыли. Также у нас в бане Террор, Дровка, ДК, ДПшка, Войт, Дарксир, Виверна, Омник и Пак. Ну, все-таки бан Омника, ну, отчасти это необычно, но все же в Китае он иногда да залетает. Так, ну что, замыкающий пик у нас за Сандо Робот, очень сомневаюсь, что это сможет им как-то помочь. Ну и что же пятым пиком возьмут себе Ньюби Янг? Ну, вообще, по-хорошему, нужно взять себе Мидера, взять Мидера себе Аренжоу, потому что и так Миличников уже Дзерк-2, и они Коры. Ну и кого же, кого же здесь подобрать, кстати, Инвокер дожил до последней стадии, в принципе, почему бы и нет. Хотя, на самом деле, пик такой вот боевой, чтобы без руки, в принципе, у нас все сейчас руки и бьют, плюс вот есть как бы стратегия через минус арморы, но залетает Инвокер. В принципе, Инвокер под физуху тоже подходит, нормально, но и, в принципе, почему взять Инвокера, если его оставили на пятый пик. Так, ну что, пятый пик за Сандер-роботами. Что же им нужно? Кстати, с Тиммером не ясно, Хардленер это или же Мидер. Ну, скорее всего, Хардленер, если по стандарту. Хотя, все же, Тиммер-Мидер, сейчас, наверное, даже будет более стандартен. Так что, так что, кого же, кого же. Ну, времени мало, 20 секунд, так что особо гадать мы не будем. Ну, и, кстати, что у нас по положению команды Ньюби Янг? Ну, чувствую себя, в принципе, неплохо. Находятся они на позиции с шестого по десятое место. У нас целых пять команд имеют по 23 поинта. Это FTD Club C, IG, Ньюби, Тонфу, Ехом и да, и все. Вичи Гейминг имеют у нас уже 22 поинта. И Бристлбэк залетает в пик для Тиржи. Ну, не знаю, не знаю. Решили взять себе Толстичков, а-ля Тиммер, там Бристлбэк, они там воюют. Но Минус Арморт там жесткий. И лайстиль, в принципе, и Тиммера, и Бристлбэка неплохо нагрызает все-таки процентные у него с пылы. Ну, поглядим, пик явно сильнее у молодых Ньюби. Продолжение следует... Ну, что? Начинается у нас игра с паузы. Кстати, у нас была задержка из-за того, что у Тиржи отвалился интернет. То ли свет. В общем, у нас такие были матчи первые, что у Ехом Кин отвалился инет, а во-вторых свет. То есть, как бы параллельные матчи. И у нас оба матча стартанули с задержкой. Так, ну что, давайте посмотрим, кто же на ком у нас будет играть. У нас СЦ играет на инвокере. У нас там мега-дроп пошел, ну да ладно. Тулей играет на слабаре. Хотя нет, давайте все-таки дождемся всех возвращения. А вдруг сейчас у нас еще реконект будет. И придется по-новому представлять. Так что давайте, пожалуй, подождем. И весьма странно то, что дропаются у нас иньюби-янги. Потому что у них не было проблем. Мы задерживать краски из-за Тир-Джи. Ну ладно. Давайте просто подождем. Да, кстати, по поводу того, какие матчи нас сегодня ожидают. Так, у нас будет следующий матч, как я сказал, LGD против Тир-Джи. Участники Интернешнала против команды, которая занимает последнее место. Там должно быть все очень и очень просто. Примерно так же просто, как у ньюби против команды Тир-Джи. Потому что сыграли у нас иньюби за 8 минут против Тир-Джи первой карты, а вторую за 12. Так, у нас все по-походили. И, возможно, у нас будет рехост лобби. Ну, круто вышли. И никто ничего не писал, даже админы. Ну, китайцы. Чего с них хотеть еще. Ждем информации. Кайф. Да, у нас в их условии, так что... Скоро вернусь. А! Катер. Продолжение следует... Кайф. Продолжение следует... 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 инвокер с тем самым сетиком инвокер качается у нас через векса экзор ну интересный интересная раскачка посмотрим что же у него будет дальше ну кстати такое тоже у нас еще интересное явление что бестмастер не уходит в армить леса при том что купил себе аэрон талон обычно с бестмастер и стала навсегда идут в леса на это решил постоять но в принципе дважды уже погиб отчасти это оправданно по крайней этом суппорты на него стягивались и плюс не уже четвертый спина левел но мы не знаю в принципе умирал меньше до был бы пейса для команды хотя в принципе там теперь команде играет его не так уж и просто поймать ну да ладно пока говорить правильно или неправильно рано но конечно две смерти это минус инча фармит инча завал дэмэджем качал себе уже антач был двоечку ну решила что будет танковать на самом то деле с руки ну да пресс хотя нет пусть руки так ее не сильно разминают больше ее будут бить с пламя то что не знаю антачи возможно как-то для убийства рошана заюзает поглядим на топе агрессия глимс пошел кида тихо взрывается на тулы я отличный краш по сусу и откинуться точкам и морф просто сдувает твоей формой неплохо 20 начинает нас морфетский ввиду агрессия нападают на сцену ммкс решил так сагрессировать у нас на инвоке в самом-то деле сложновато в данном товарища теперь покажу у нас выход на ммкса имеется две сеточки имеется емп колл снэп ммкс пытается уйти у нас на лоу граунд уходит но под станом без маны но вот армор стакается реактив армор в двоечку так что ммкса здесь не пробить уж слишком он толстый 13 регена и 14 армора это перебор на топе у нас тулы решил прогрессировать 200 мир сегодня он не умеет нападает на вас лоста и кстати ребята неплохо но увы на пациент находится осу выходит в там пошел ну и тулейк это подфиживает здесь на линии имеется фаер спринт пошел но и живет на самом-то деле был очень и очень близок смерти этому земели было бы чуть воды побольше катился бы скорее всего на ролик болдыре и если бы не промазал то вероятнее всего бы смог бы убить и здесь тоже джи а джи подбековое далеко зашел на без мастера без мастера хотя уже что в левела маны мало ну и вышку не от дефать или прожимается но вышка будет падать это уже факт дефать ее понятно дело не собираются и лас хит ее и сейчас по-моему даже кентавром кстати вот энчантрас у нас было пикнуто она была пикнута до бристаллбека и без мастера разки ошиблись команды с пиком но я не сейчас не о том я сейчас о том что у нас имеется энчантрас и без мастеру покупать 3 некрачи смысла особо-то и нет потому что нича явно будет это контролировать и сражаться против красного некрача по довольно таки неприятно ну что выход мидал какой-то у нас на эссе пошел станщик и эссе погибает кстати вот держи вот этим двумя супортами новыми своими су и телом весьма неплохо вот стадию ленинга отыгрывает потому что раньше были большие проблемы сейчас уже четыре фрага сделали как бы формят коры формят неплохо 45-16 у нас у марфа 37 на 7 у нас у тимбера и берас не погибал в отличие от инвокера но правда формит у нас очень-очень неплохо джи джи у него уже 61 на 22 хотя что половала ну кстати да суппорта ромя то правда пола вам отстали объект суппорта у нас имеются третье по цепи или четвертый вас перенос тела и разорвали да у спорта на четвертые понятное дело тут по xp получит вас и у венки потому что на соус стоял там и делала пулу там ром и так далее на линии немножко икс и поличила у джи 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 ну и ки лесная чантрас в принципе то что по лейвел у нее все хорошо это не новость в остальном у нас все более-менее равна ну не считал ассидер который все же неплохо неплохо подфармил выход на джи джи как-то поздновато рейдж прожал мог бы даже и на глимс не пойматься на любом случае он уходит что у нас происходит по нетворсом как мы видим топовый нс ворсом за джи джи что в принципе уже понятно уже не раз я озвучил почему у него все хорошо 4 500 скоро будет уже армлет который кстати уже вылетел 4 200 у нас у марфа у него седьмой левел купил себе персик ну скорее всего он купить себе драголэнс против после персик потому что для китайцев этот билл стандартный хотя в европе у нас были матчи и все же сразу себе покупали линку даже без драголэнса поделись на марфах но в китае драголэнс очень-очень любят покупать 3 600 у нас у тимбера ну кстати что у нас у инвокера он выходит себе покупку урны но все же у нас квасовексовый инвокер не векса экзортовый я расскажу как у него своеобразная часть я колл снэпа телу телу неприятно вешать кеннадик филд но тел погибает и ммк уходит точнее правда уходит он не совсем удачную позицию поспили его через торнадо к теме кеннесприлл делается на словаре уезжает у нас ммкс ну и слордарыч отъехал от марфа как я уже сказал ранее ну и находится у нас в речке так сказать ньюби янге сверху находится у нас тиржи так что все же стоит ступить хотя там был вижен при помощи имплифай дэмэджа вырываются на эйце по сайлансам инвокер пытается ступить уходит в инвиза да гангаем без просветки панцы пошли на земель откидывается андерсайк по джиа джиа живем с ромлетом но спиливает его плотненько и это уже четвертый фраг для вас лоста неплохо тулей пришел откидывается станчиком но тулей тоже стоит ступать могут вот здесь его попробовать подцепить имеется глимс торнадо пошло торнадо отлично залетает и глимс на тулей отвергая готова врываться пошел кража нас на су вырывать машина ммкс а пытается пробивать но армор сакаится и мог с ним избрать хотя не справляются но погибает при этом у нас инвокер ну и размер получается целых три кора в одного тиммера хотя ли хочет кого то здесь добить откидывал станчика полем но и скрывается всюду в осу залетел бы станчик погиб бы здесь у нас земля но нет не получилось и почти тысяча голды для тиржи и почти 2000 xp ну неплохо неплохо с на то деле у нас те же начинают 12 минут на таймере и преимущество у нас по голде за те же небольшое но все же преимущество за ними и ups и по эксперт тоже принципе ведут они немного но все же ведут краш на тело и убивает очень быстро марфом вот только их похвалил такой простой выход и минус 2 минус долинки серьезность 3 500 голды для инвокера ник sf они сц первый раз такое слышу что вы его называли с и и чего бы с.ф. причем тут си и.ф. ну ладно это китай ну возможно но все же делать привычки я все же называю сц врыв пошел праймал рот кидаться по gg но никто не бьет у нас на тиропа стали неплохой вроде ультимейт пробивают кей окей неприятно прорывается у него ты данты но и на самом деле на развороте надо будет встречать у нас ньюби правда пытается отойти чтобы магнита закончится рвается на сусу поймал станчик банки пошли сув таверну подцепили еще и тело колстеп неплохо тело пробивают но тело бьет лишь один инвокер нокера убивает и место у урна уже кстати 5 заряда вырвать дальше у нас на бедного бисмастер погибает он вас лост пытается перекачиваться вошел сувачу по вас лосту вас лосту своей формой имеется уезжает ну и наверно будет выживать хотя торнадо полетела отличная у нас по мофлингу емпешечка и еще импетус краш в лицо и мил 4 трипл килл для и ц и вот так вот у нас ньюби на классе переворачивают ход данного матча ну полторы тысячи 2 500 экспы и вроде бы неплохо у нас пару мили держи начали вроде бы неплохо не все исполняли но вот две таких дешевых смерти виде дизраптора и морфа со стреком после кто-то неудачный файт пытались догнать нас просто ньюби отошли нас и на вороте дали бой все цели грамота чтобы магнетайз не дамажил разошлись магнетайз очень и очень опасный спел не раз мы видели файты когда вражпит с преимуществом там 7 10000 заходят радиант и врывается туда на земель и вносит там порядка 3000 урона что магнетайз не стоит про него забывать да и принципе дизраптор тоже там в этот килл не подцепил но все же тоже опасно в таких вот территориях налим рываются ну или толстая то дело но все же здесь убивает правда ценою ультимейта в ли погибает взгляд на дизраптор ваза шаново на 777 праймал урор праймал урор праймал урор закидывал с тобой ай-яй-яй поднимал свои топорики пытался наорать но не получилось все таки колл снэп контрит очень-очень жестко в таких моментах даблкил у нас для gg и отблинковывается у нас тиммер кстати блингагер не появился так что по этой немножко я стал давайте посмотрим что же у кого имеется дорога лэнс энчантрес стандарт инвокер это то что у нас не экзортовый плюс ими дайсик принципе тоже как бы норма давненько мы видели инвокеров кваса вексовых через орчит сладар уже почти с блинком пытается тоже бить ммкс но маны маловато . пошла свапчик ли откислал нам по ммкс и ммкс он подлил файдем уже пошел еще и краж кстати неплохо так разминают на то что это тимбер и тимбер понимает что уже пора отступать что смотрим дальше что у нас имеется у лайфстиллера митрилхаммер прикупил так что скоро будет у неё дизолятор ну и венга арканы и magic wand бестмастер бестмастер имеет у нас 1800 голды ну похоже он понял что покупать неграчи я все же решил купить ну в принципе то рынка че нормально они все-таки слишком хороши покупать будет отчасти опрометчиво потому что играет против энчан трасс и все-таки энча если сворует то будет неприятно так земель а земель а хочет купить и дискорд но поэтому на все скудника хотя вот на 100 ты закупился неплохо потому что есть два нуля также имеется magic wand 1200 фактически него имеется морф как ни странно у нас без драголэнса не знаю что это китайцы и китайцы у нас очень-очень любят драголэнс но данный морф не купил сей айтем урна имеется дизраптора поэтому все в основном нонки скудно но и тимбер с этим блинком тоже необычно потому что тимбера у нас тимбера тимберы у нас обычно покупают себе блудстоуны но это тимбер понял что с очень большой рятостью при покупке блудстоуна заряды канут к нулю потому что во многих матчах у нас покупал блудстоун заканчивается тем что разряжается он до 8 а то и до 6 зарядов парочка сметей уже присутствует перед заряжанием сказать на тулы нападение заходит пошел сов отлично это венги глимс и обратно вот это неплохо вернули от вас вернула здесь в итоге сорта так бывает он свинга но и с целью нападать праймал руль лицо под ультимата находится дизраптора стати шторм и спирали вот такая попытка засейвить команды ньюбиян захочется тем что они не нафигили почти 2000 голды и почти 3000 xp потеряли весьма весьма солидную сумму захвата рошана такой странный получился потому что не особо то и бить они его решили мы вот разошлись но кстати то войны творц у нас за gg м life фирме у нас уже дизолятор свершишь тут голды блин агер тоже имеется и пора бы наверно завязать инфест почему бы и нет выезжает с мака готова ловицу подцепили и о бедный бедный земель он разорвала его очень и очень быстро ну кстати вот все же я ошибся в намерениях ньюбиян на эту карту что обычно коллективы как бы тир-1 дивизиона у нас катали до 20 минуты против команды держи но эти решили пофанятся торнадо полетела посыпи летела нет я откинулся ультимейтом я телепорт его сбить не получится неплохо неплохо исполнил похоже смотрел фишечки от нс а хочу знать вроде бы там что такое было что у нас до 20 до близится погибает земель и погибает он уже в третий раз у нас главный спейс креатор команды держи это дизраптор который погиб уже пять раз кстати у нас уже целых 6 асистов у кем скоро он будет агентом доты будет у него 0 0 7 но это такой предсмертный хрип без мастера убивают в итоге у нас здесь еще репетия кстати по воду репетия то тоже ничего там хороша сварует иллюзию будет неприятно против нее воевать если иллюзия будет заряженного героя что выезжает киски нас на 1 ты один товар команда ньюбиянг затягивает пока что не игру решили по-быстрому не катать ожидал я тут если честно двух игр до 20 минуты но не тут то было кстати орчит появляется у нас инвокера несмотря на покупку медаса бился у него стандартный в принципе покупка медаса тоже оправдан потому что это инвокер ему нужен левел такой вот стандартный старый инвокер через урну и орчит не учитывая медаса gg выходит у нас на ту на тело тело очень больно просто сабл продрывается там у нас еще тиммер неплохой откидывается здесь чакрам чей не точный поймали его на сайлент и отрали таверну но любом случае 1 убили уже хорошо просто потерять двоих по вас лос то торнадо отличная вас лосла своей формой емп не залетал так что она у нее остается уходит на вайфон пытается скрыться телепорта не имеется и пытается мансить пытается жить джи а джи а с ароматом играется место у него еще и аегис вас лос находится под гусскептером но дефенс бла с лицом колл снэп еще импетус взлетает и правда венга отправляет его таверну ну на самом-то деле попытка была неплохо вот тиржи если вы спирали у нас лайфтира было все хорошо но увы дэма же не хватило так бы довольно таки на халяву сбили аегис ценой лишь дизавтра так я егис остался еще и тимир погиб ну благо без блудстоуна он погибал покупает блудстоуна только сейчас мы посмотрим принципе по статистике у нас примерно 80 90 процентов блудстоуна начинают разряжаться очень-очень быстро что он 22 минута что по графикам преимущества за ньюби янг порядка 7000 по голде по эксперт войне 7 с половиной тысяч преимущества неплохое но все же такое не развальная хотя все же видно весьма серьезное преимущество по макро команды ньюби янг что поджимать под базы рывается правда даем опять на сусу таверну мой анстапа был от gg глимс пошел у нас по садару ли вернули но кинотехнил был уже потрачен пошел через папа нас от венгелий лот эту баримал рор но и тулей готовы рваться на заросе случае чего сейчас она строки на него сит вешать и плевать дэмэдж куда-то спите у нас 777 висят на нем бансы вырываются дальше откидываться крашем как-то неудачно ну да ладно мы все заканчивается тем что погибает он земель да не впервые у нас ставят комон очки искать ширп заливают на тиржи но еще ни разу с . не сыграл потому что всего две ничьих у данного коллектива на ничью на дата лаунжа стоять нельзя а в принципе на других ресурсах ну в принципе тот кто стал на победу в матче в тех матчах то немножко заработали но все же там нищие были сыграны против команд там предпоследних врыв у нас отцу пошел в погоню правда такого поворота он не ожидал топоры без преминрора так что джи а джи оставить нечем торнадо полетела очень длинная торнадо но не попадает и дабл хилл а джи а джи погибает еще дизраутор без байбека ну и как-то все так закончилось правда погоня продается за ммк сам который пытается отступить чтобы его не засекли отступать или блустон не разрядил и это уже хорошо мы нападение пошло по центральной линии пробивает потихоньку у нас здесь вышечку глиф потрачен вышка чтобы по тонке быстро вышка пала байбеков она не имеется пытаться спасать не получилось попытка не пытка но и дэмэдж по милишному бараку который потихоньку рассыпается упал подала конечно джи а джи а смотрит очень и очень не смотрится очень и очень страшно пятнастычная творца этого мне шутки да конечно встретились вы делась вера которого уже 910 кстати аганим готов с инвокера что поэтому давайте посмотрим все же после пуша линии порядка 5000 до себя подняли юбиянки и мы видим что имеется у нас уже аганим у инвокера так сейчас аганим будет у нас куплен у энчантрес кираса выходит себе а лайфиром возможно и в мундшар кто его знает в принципе винга с линзой весьма неплохо кстати что у нас тут ул и бкб будет уже очень-очень скоро попытка смог вылазки правда смог вылазка конечно тем что выходит спину за целую татармал рупа это успевать отличный свап юзается пытается бить ммк продаем ммк теперь не добивает а там гадлайк для себя джи а джи ваю и дальше пошел глимс джи ваю джи а джи у нас без а егеса но все же глядя очень плотно и даблкил триплкил очень близок триплкил сейчас будет скорее всего и гг прописывается на робот и не погибает у нас в итоге здесь лишь дизад который успел скрыться на базу в случае гг 25 56 победа за ньюбиянг это все лишь первая карта вторая карта будет уже очень и очень скоро не отключайтесь но пока что слушаем музыку и подписываемся на социальные сети ссылки залетает чатик с вами тексас не отключайтесь